Дежурная честь в Камтовске, по-моему, полиции на кровь. День добрый, ой, даже недобрый, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел спросить, а кто конкретно в Курской области зашел? НАТО или ВСУ? Зашли, насколько мне известно, в ВСУ. А кто это допустил? Как допустили, что они зашли с боевыми действиями? Да что? Украинские власти допустили. Серьезно? Да как бы неплохие. Плохие какие. А как так допустили, что российские войска зашли 24 февраля 1922 года на Украину? Да как зашли? Потому что сколько же можно было в восток Украины лупить своих же жителей и уничтожать? Понятно. Своих братьев уничтожать? Они же продали все украинские власти. Киевский режим это националистический. Сколько там людей поносилось? Сколько бы уничтожали ни за что, ни про что? Вы хотите ума попытать? Вы наверняка с Украины звоните? Не-не-не. А это ваши мысли или это вы послушали у Соловьева? Да я вас слушаю просто. Вы же компрометирующе спрашиваете. Так а разве нельзя такое спрашивать? Не, ну мне кажется, вы как-то с уклоном таким интересным спрашиваете. Так это же не сопрещено. Откуда вы интересуетесь? И кто вы? Я в городе Суджи. Зовут меня Головач Кирилл. Угу. Суджи. Ну мне кажется, что вы представляетесь другим. Суджи. Проживаете где? Улица Зенона Позняка, 13. Как улица? Зенона Позняка, 13. Еще раз. Что, не знаете такую улицу, что ли? С Зенона Позняка? Зенон Позняк. Зеленый Позняка? Зеленый Позняка, да. Зеленый Позняка? 13. Дом 13. Ну. С какой вы целью интересуетесь? А теперь я интересуюсь. Так мне подчиняться какой власти? ВСУ или Российской Федерации? Ну, конечно же, Российской Федерации. Так а вот тут вокруг ВСУшники ходят. И как я буду среди них агитировать за Российскую Федерацию? А никто не агитировать не должен ни за кого. Нет, это я сейчас на амбразуру пойду и скажу. Вы же гражданцы какой имеете? Украины? Российская. Ну, да по каким вы должны быть порядком жить? А, так если захватили... Если вы хотите по порядкам Украины, и которую Америка поставила по уничтожению части населения Украины, то едьте в Киев и там живите. Вы меня не выгоняете. Для них это порядки вещей. Моя родина Россия, я хочу, чтобы она была мирная, эта Россия. И чтобы вы... Хотелось бы... А мне и хотелось бы, чтобы мирной была Украина, не против нас настроенная. И многие хотели бы так. И части жителей Луганска и Донецка хотели, чтобы их не уничтожали и не насиловали, не убивали. Да подождите, а Украина напала на Россию? Фактически уничтожала свое население. Так а вам что до населения Украины? Если вы россиянин, вам-то что до Украины? А у меня там родственники были. У меня не чуждо население, которое там затерроризировало даже в Киеве. Там были адекватные люди. А не те, которые повернуты тупоголовые, которые говорили, что москвиляку на геляку, и что мы им враги. А Европа им братья. Америка братья стала. С каких пор это? А те, которые продажные и бандеровские отродья, вот они пускай и едут в Европу и Америку. И пускай там лижут задние места, Обами или кому-нибудь там лизали. Продали свою страну. Слушайте, а как ваше фамилия и имя? Моя? Да. Я представлялся, оперативный дежурный Винокуров. О, Винокуров, ну вы даете, ну вы заливаете уже. Где вы такого наслушались? Ну как я заливаю? Как заливаю? Мне братья украинские. Ну не те отродья, которые уничтожали Луганский Донецк, слупили. А у меня там родственники были. С какой стати они имели право уничтожать часть населения Украины? Почему это те, кто воевал за фашистов, вышли, награды понацепили, героями стали? С каких пор? С каких пор вы предали свою страну украинскую, а? Слушайте, а... Вы один народ. А что вы устроили? Вы бандеровский режим устроили. Не-не-не, это неправда. Он, например, награжден был за содействие фашистам, а его героем сделали. Это с каких-то пор? Не-не, это неправда. Вы забыли свою историческую ценность. И забыли, что мы один народ. Не-не, что вы ко мне как к украинцу обращаетесь? Я россиянин вообще. Да я уверен, что вы с Украины. И не можно мне провоцировать. Да глупости не говорите вы. Что вы хотите от меня? Что с вашими родственниками сейчас? Что с родственниками? Да. Неважно. Я вам не должен объяснять. Они за бандеру поддержали, получается? Да нет, конечно. У меня нормально, адекватные родственники. Ага, нормально, адекватные. Так это, я хочу вам напомнить, что под триколором российским власовские войска сотрудничали с нацистской Германией. Вот и все. Да не рассказывайте мне байки. Что как байки? Это факт вообще-то. Да я по вашему разговору слышу, что у вас украинский акцент. Я сам на границе все время живем с Украиной. Да я тоже слышу, что у вас хорошее Г, наше, человеческое. Да, человеческое, наше. Наша, славянское. Славянское. А Путин виноват во всем. Он войну развязал. Да ни в чем никто не виноват. Виноваты те, кто продали страну, Украину. И дай бог вам осознать, что происходит, и не вести этот оккупационный просто-напросто режим киевский по уничтожению населения своего. И не устраивать здесь диверсии, беспредел. Не продавайтесь американским этим бумажкам, которым, по сути дела, до трассы только подпереться одни места. Подождите, товарищ Винокуров, товарищ Винокуров, вы же считаете свою зарплату в этих бумажках. Все считают в этих бумажках. Я бумажках этих никогда не считал. Я родину никогда не предавал и не предам. Поймите правильно. Господи, да вы же отъявленный патриот. Господи, фактически, вы продали украинский народ. Подождите, я не хочу с вами ругаться. Гражданин Винокуров, я с вами не хочу ругаться вообще. У нас сейчас проблема большая. А зачем ругаться? У нас проблема большая. Если вы на самом деле, если вы на самом деле славянин, то вы должны понимать, что мы один народ. И мы должны одним народом жить. А не так, как вы устроили там киевский режим, этот беспредел, поймите правильно. Слушайте, у нас... Только за то, чтобы у нас было одно целое. И если у нас будет одно целое, только тогда мы будем сильны. А Европе и Америке, они только лишь радуются тому, что они поставляют бабки, поставляют бумажки свои, и народ уничтожается своей украинской властью. Поймите правильно. Что у вас, где, в какой независимой, незалежной стране, как вы говорите, да? Говорят, что независимая, незалежная. В какой стране видано, это факт, я вам приведу, чтобы сидел американский президент, а как украинский Зеленский стоял рядом. Это где, в какой стране, когда он прилетел в Украину? А я вам сейчас расскажу, где... А я вам сейчас расскажу, где... А я вам сейчас расскажу, где... Когда Советский Союз развалился, когда развалился, то Конституцию Российской Федерации помогали писать как раз такие специалисты США. И это факт. Да я не спорю в этом, что тогда предатели и развалили. Но развалили и те, кто в управлении в Украине был, то же самое, поймите правильно. Не только в России были предатели, остались именно до, которые при разделе, а и те, кто в Украине был, поймите правильно. И народ тогда проголосовал именно за сохранение. И попрали это все, народное решение. Слушайте, товарищи... Не украинские не проголосовали против... Гражданин Винокуров... Адаптное претенение за одной страны. Поймите правильно. А гражданин Винокуров, вы где этому научились? У вас там специальные курсы, политинформации? Вообще, мне какие-то курсы. Я, слава богу, учился хорошо в школе. Я, слава богу, у меня родственники по-нормальному рассказывали, что как происходило, как воевали против фашистов. Родственники воевали против фашистов. Но у меня не было таких родственников, как, возможно, может быть у вас, почему вы и топите за это, которые воевали бы, чтобы на стороне Америки. И на стороне фашистского режима немецкого. Да не было такого, вы что? Я вам напомню, что вообще-то Вторая мировая война была начата в сентябре 1939 года. И, кстати, кто был союзником Германии тогда? Да не валите вы мне ерунду это. Не были мы союзниками Германии. А парад на Красной площади 1 мая кто проводил? А парад с нацистами? А в Бресте парад кто проходил? А не рассказывайте, что мы какими-то союзниками были. Мы ни на кого не нападали, поэтому не рассказывайте мне правила. А на Финляндию кто нападал? По какому вы историю учили учебнику, но явно не по тому, который в Советском Союзе. По голосу, как мне кажется, вы должны были учиться в Советском Союзе. В учебниках тех по-другому писали немножко, чем вы излагаете. Подождите. Но вы, похоже, продали страну полностью свою. Не полностью продал, подождите еще. Не полностью, да, частично. Востоке Украины не продался, правильно. Не лег под этот оккупационный режим. И стало лучше сейчас на Востоке Украины? Ну как? Ваши же власти обещали, что они будут сидеть в подвале. А при чем тут наши власти? Под Россией на Востоке Украины? Порошенко, ваш Порошенко, который американский ставленник, не Янукович, а он обещал, что Луганский, да нет, будет сидеть в подвалах. Он его четко, это высказывание было. Я это не придумал. Это не из историк высказывания. Это на видео зафиксировано. Товарищ Винокуров, вам... И вы этого и добились, и вы способствуете этому, добиваетесь. Товарищ Винокуров, а вас по имени как? Виктор Николаевич. Виктор Николаевич Винокуров. В общем, мы вас будем освобождать. Мужайтесь. Да не нужно мне освобождать. Вы освободите свою страну от оккупационного режима, который там сидит сейчас. Американское ставленник. Мы будем вас освобождать, и я советую вам не сопротивляться. Да мы видим, что вы как освобождаете. Мы видим, освобождаете. Хорошо, зашли, мирное население лупите, и пришли с боевыми действиями. У нас, поймите правильно, у нас не уничтожался народ своим же народом. Не уничтожается. А у вас, киевские власти, пригнали войска на восток Украины. Поэтому не надо мне рассказывать, кто кого будет освобождать. И вас просили, Минские соглашения были заключены, чтобы прекратили эти боевые действия на востоке. Но ваш Зеленский, Зеля, наркоман, он этого положил на одно место на это все соглашение. На какое? Чтобы прекратили боевые действия. На какое место положил, скажите? На соглашение на это. Ладно, понятно. А, Виктор, понятно все с вами? Как-то надо вам помочь? Да мне понятно с вами. Мне очень жаль, что вы предали, если у вас родственники воевали во Вторую мировую войну, в Великую Отечественную, то вы предали их, они там в рабу переворачивались. Не, понимаете, я же говорю, что... Вы сами откуда родом? Вы сами откуда родом? Я из Беларуси вообще родом. Да не рассказывайте мне, там белорусов таких нет, как вы. Слушайте, вы во всем разбираетесь, я так посмотрю, Виктор. Вы во всем разбираетесь и даже не можете подумать о том, что вы заблуждаетесь. Васька Лукашенко уже давно бы вы таких выгнал бы. Не могли бы вы там быть. Если бы вы таким предателем были, он же давно бы уже у вас... Так я же говорю, что я в суд же. Васька Лукашенко молодец. Молодец, это бесспорно. Это бесспорно молодец, ему там тоже достается, и дроны залетают, кстати, ваши российские. Ну, это ж вам благодаря. К чего нам благодаря? Это, Виктор, вам нужна помощь. Ну, пока поднимите телефон, я подожду. Да, помощь-то, помощь. Я думаю, слава богу, с вами справимся. Дай бог, чтобы вас вычислили и наказали как следует. Ну, как? Ну, за что меня наказывать? Ну, за то, что вы ведете фашистский режим. Господи, я веду фашистский режим. Я веду. Вы зашугали часть Украины. Вы зашугали часть населения России. Зашугивайте. Я? Вы это считаете нормальным? Так а я в чем виноват? В Америку, едьте в Америку. И лежите там одни места определенные у тех, кому вы продались. Или в Европе. Лежите дальше, понимаете? Не терроризируйте народ Украины. Не терроризируйте, пожалуйста. Ладно, хорошо. Вам милая Европа. Едьте в Европу. Хорошо. Вам милая Америка. Едьте в Америку. Кто вам не дает? Хорошо. Украинцев, нормальных, адекватных, россиян. Мы один народ. Хорошо, хорошо. Понимаете? Выезжайте со страны. Хорошо, хорошо. А вы женаты? А дети есть? Алло. Нас отключило ФСБ. Алло. Ладно, 15 минут кошмара. Я думаю, вполне достаточно.